Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Гундес Бойерс, как уже было анонсировано у нас в студии. Начнем с хорошего, с последних новостей. В 2019 году ЛТВ получила международное признание передачи «Запрещенный прием» завоевала награду Европейского ищательного союза за игру Латвии, а также «Запрещенный прием» стал передачей «Года в Латвии». Вас назвали, вот я процитирую, револьвером в журналистике, указав, что вы стреляете раз в два месяца так, что грохочет на всю страну. Вот было для вас неожиданностью победить в этих номинациях? Нет, ну это номинация одного журнала, но лучшая передача «Года». Но я там не согласен насчет этого револьвера. Потому что никаких револьверов у нас нет. Мы работаем чисто, но мы работаем с ее устремленно. Если мы видим какую-то проблему, мы хотим ее решить, сначала показав ее, а потом уже шаг за шагом, чтобы было какие-то изменения. Вот по поводу меткости вашей все-таки. Два таких момента в рамках подготовки. Нельзя не заметить, например, вчерашний снос киосков, которые вы в своей программе в ноябре еще, по-моему, сказали, что 13-14 января вы прогнозируете, что снос будет, когда делали программу про нелегальную продажу сигарет. Вы внедрили своего человека в эту мафию и таким способом актуализировали лишний раз эту проблему. И когда-то, ну, очень громко тоже прозвенела программа про ресторан, сеть ресторанов в Токио, когда ваш, опять-таки, журналист работал официантом и актуализировалась проблема нелегальных зарплат. И тогда знали, что зарплаты, не со всех зарплат платятся налоги. И сейчас тоже, ну, вот проблема нелегальных сигарет, мне кажется, я маленькая была, она уже существовала. Они для кого-нибудь новость, да, что на центральном рынке действительно... Вот это, я говорю, насчет союстромленности, потому что у нас тоже люди пишут, решите вот такую проблему, вот такую про сигарету, я сам знаю, это не какая-то там журналистика нужна, чтобы там знать, что продают нелегальные сигареты. И люди писают, чтобы мы, наконец, что-то предпринимаем, мы долго, ну, как-то думаем, ну, что там показывать, как показывать, и да, и у нас, я бы сказал, что это была удача, что наш журналист проник так глубоко в сетях мафии, да. А там дальше уже, ну, что мы показываем, как это все происходит, насколько нагло, насколько, ну, это центр Риги, насколько никто не боится ни от полиции, ни от, не знаю, там, правительства Риги, ни центрального рынка. И мы все показали насчет сноса киоска, там просто получилось так, что про ей, ну, выяснилось, что да, там продают эти сигареты, но оказалось, что вот эти все киоски, нелегальные, ну, не все там половины, получается, да. И вот это Рижская Дума заметила, потому что вот тема была поднята, поднята, и да, они дают, ну, насчет 13 января, января получается так, что они дают срок месяц, чтобы они что-то решили там, и они, Буров у меня в студии в запрещенном приеме сказал, что если через месяц ничего не будет, мы вот этот договор расторгаем, и все, и 13 января мы выходим уже с тракторами, и они вышли. У меня вопрос, почему пока журналисты об этом не заговорят, пока не актуализируют эту проблему, зная о ней, вся цепочка о ней знает, которую вы перечислили, там, и центральный рынок, сам руководство, и полиция, и руководство города, но почему-то это не решалось. Да, мы слушателям поясним, что ларьки на центральном рынке вот попали именно под ковш экскаватор именно после программы запрещенной приема в латвийском телевидении. Да, это было и тогда, и, не знаю, иногда они, ну как, там было так, что рынок ничего не предпринимал, потому что они говорят, что это дело полиции, полиции у них нет таких, они там выписывают штрафы административные вот этим всем сигаретникам, они не платят эти штрафы, да, и вот это всякие цепочки, ну, а если как-то вместе вот это все решить, и вот это журналист показай, я думаю, иногда они просто боятся что-то делать, потому, не знаю, но не чувствуют сил каждая вот из этих сторон, когда вот журналист поднимает, как это, ну, такая волна идет, вот на этой волне что-то делается, ну, знаете, как это серфинг, да, вот поднимается, вот журналист поднимает волне, и на этой волне можно приехать, и да, ну, так часто бывает. Вы только что сказали, что... А что детских домов, то же самое, я вчера услышал просто новость, мне такая интересная, что в ЛЭПе уже там будет, они ликвидируют один детский, ну, этот дом, там было много детей, сейчас все, там осталось сколько там, 30 детей, они размещают их по семьям, по каким-то, ну, маленьким, да, и это тоже, я бы сказал, я слушал, я помню тоже, вот так, что у нас много-много этих детских домов, и ничего, никто ничего не делает, мы сделаем передачу, показывая, показая, как там все происходит, и тоже на этой волне оказалось, что мы очень много можем сделать. По поводу много можно сделать, вы только что указали, что люди вам писали, и просили разобраться в том числе с происходящим на центральном рынке, часто вам пишут, именно передачу непосредственно в редакцию, или запрещенный прием, или лично на фейсбуке, вот расскажите, с чем люди к вам обращаются? Ну, вопросы разные, я, если честно, не всегда всем успею отвечать, мы как-то собираем, есть вопросы такие, ну, я бы сказал, логичные, ну, такие дайные, да, но мы не можем всем помочь, да, мы тогда пишем, чтобы, ну, да, не всем можем помочь, есть, что мы смотрим, есть какие-то темы, которые, например, повторяются, да, вот на этом, насчет рынка, ну, по счету, не знаю, каждую неделю, но не помню, как часто, но мы регулярно получаем, тогда мы обращаем внимание на это, и, да, и смотрим. Но иногда есть такие, ну, скажем так, темы, о которых мы все знаем, но мы, чем отличается запрещенный приём, мы ищем вот тот приём, как, это не всегда запрещенный приём, но мы ищем тот приём, как показать, ну, чтобы общество увидело, ну, прямую, внутреннюю, да, как-то внутрь, как-то вот этот зум сделать, в эту проблему, потому что проблемы много в Латвии, мы их знаем, но вот как-то ничего не происходит, да, и чтобы, ну, чтобы поднять эту волну, да, надо, ну, как-то поглубже, чтобы общество... Насчет, ну, этих зарплат в конверкте, то же самое, мы же пока, там, 20 лет мы ему говорили, что есть такая проблема, что да, так происходит, мы, мне кажется, моя первая передача в Латвии, журналистик, которая в жизни показала, как выглядеть, ну, это зарплата в конвертах, конечно, конверта там нет, ну, так, буквально, да, в буквальном смысле, но как это выглядит со стороны, как вот эти деньги получаются, это уже, ну, это уже такой факт, ну, неоспоримый, неоспоримый, да, о том, да, платим, не платим, это знаю, да. У вас большая команда передачи? Нет. У нас четверо. То есть вы вчетвером делаете вот это вот все расследования, обмираете? Да, у нас хорошая планировка. Это просто какой-то волшебный тайм-менеджмент должен быть. Да. А с проблемами сталкивались, может быть, после уже обнародования, публикации, выхода сюжетов? Проблемы есть всегда разные, но такие большие нет. Никто не приезжает? Угрозы у нас нет, я думаю, они боятся нас больше, чем нам надо бояться их. Венки вам никто не присылает, я надеюсь, как в Рыбалте. Нет, мы же работаем, ну да, мы иногда показываем проблемы, но не всем нравится, как это, особенно этим людям, которые в кадр получаются, но мы же, ну как, честно работаем, но мы показываем проблемы, но там не оспорить, что это не происходит. Гунтис Бойерс у нас сегодня в гостях, журналист телеканала ЛТВ, но по поводу, может быть, работы журналистики, вы достаточно, ну влиятельный в масштабах Латвии журналист, к вашему мнению прислушиваются, с вами пытаются, может быть, как-то наладить отношения, если мы говорим о политиках, пытаются вам понравиться, чувствовали ли вы когда-нибудь откровенное такое? Не, я такой, ну, мне не нравится, много говорить, там, слишком много общаться, ну, такие вопросы, поэтому я так, я всегда, ну, в журналистике это очень важно, чтобы у тебя не было очень много таких, ну, я бы сказал, друзей, ну, которые, ну, источников, ну, скажем так, потому что, если у тебя слишком много чего-то, да, ну, как-то вот это, мне кажется, влияет на журналистику. Таким отстраненным надо чуть-чуть. Да, я бы сказал, но в меру, конечно, я не такой интроверс, что я не выхожу в общество, да, что я не хожу по улицам, я вот это все, конечно, есть у меня, но я там не тусую, например, с политиками, не иду в, там, в кафе, там, вот какие-то актуальности, нет, это не мастер. Ну, при этом латвийское телевидение как-то назвали каналом министров, что, ну, такой канал, куда приходят министры, премьеры, президенты, в общем-то, рассказывают о том, что они сделали и оправдывают там свои какие-то действия. У вас может быть такой более оппозиционный, не оппозиционный, но такой островок, который оппонирует как-то этому. Да, Юрий Спайдерс это был на студии, он заявил. У него журналист, ну, по жизни, у него профессия такая, что он должен быть в оппозиции, ну, власти, да, потому что он должен, есть, наверное, хороший министр, есть, хуже, есть, но журналист тот, который всегда ищет, что не происходит так, как должно быть, да, и он всегда в оппозиции. Нам это, я помню, шведовый учи, это уже, когда я в Дене работал, да, это, ну, такая позиция журналистическая, он, за ним общество, да, но общество тоже разное, там есть предприниматели, есть, например, там покупатели, они интересы, часто, ну, разные, насчет канала министров, я думаю, ну, я думаю, что журналисты, да, они, ну, должны сидеть, что делает власть, конечно, получается так, что нам интересно, что делают министры, потому что они у власти, да, им, ну, ну, сиди, что они делают, поэтому они приходят в студию, рассказывают, я бы сказал, что не надо смотреть, насколько часто приходит власть, в те видения, но какие вопросы задаются, если вопросы, скажем так, коммунистерные, тогда да, тогда можно упрекать, что вот мы там даем какое-то слово, есть ли эти вопросы критические, тогда это уже другой рассказ, да, но то, что власть показывается в СМИ, это не только у нас, это вот включить итальянские новости, но там все рассказывается, потому что эти наши люди, которые у власти, да, и мы должны знать, что они делают. Ну, вот вы сказали о том, что действительно министры, политики часто приходят в студию, допустим, если мы говорим о латвийском телевидении, и говорят о том, что они делают. Часто вопросы, допустим, перед посещением министра студии, да, они согласуются, хотя бы, допустим, тематика, да, чтобы министр, допустим, подготовился, мы сами с этим сталкиваемся, о том, что пресс-служба часто просит какой-то, может быть, список тем прислать, чему быть посвящен эфир. А что касается работы журналистов, допустим, я не знаю, вспомните ли вы, или знаете ли вы, вот журналист, также латвийского телевидения, корреспондент, в кабинете министров недавно, может быть, месяц назад, она встретила господина Ворденса, министра юстиции, и начала ему задавать вопросы по поводу того же центрального рынка. Да, помню, да? Да, да, да. И он, причем, еще раз повторю, это здание кабинета министров, он спускался по лестнице, сказал, что она ведет себя неподобающей журналисту, недостойно поведения журналиста общественного телевидения, пожалуйста, пригласите меня к себе на эфир, мол, я приду и все расскажу, а вот так вот меня здесь встречать и задавать вопросы в лоб, ну, не знаю, я смогу готовить. Да, 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 так не делал. Вот вы на чьей стороне в этой ситуации? Я на стороне вежливости, потому что если, ну, а вежливость сейчас в данной ситуации начинается с министра. Если ты должностное яйцо, тогда ты можешь поговорить, вот ей там три минуты, сказать, что у меня нет всяей информации, т, 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 т. И он сказал, ну, там он в лоб дал. Он сказал, я должностное лицо, будьте, пожалуйста, добры, обращайтесь ко мне соответственно. как, ну, какая коммуникация, ну, как он это делает, потому что он, в той ситуации он вел себя как маленький Наполеон, да, ну, они, да, они важны у нас, потому что она власть, они, она власть, да, но нет, у нас времена Наполеонов как-то ушли уже, да, так что он, скажем так, слуга народа, он должен, да, он должен сказать, да, извините, я в данный момент не готов ответить, все со всем моим уважением, я хочу вам ответить, но дайте мне, например, этот, и журналистка вела себя по-другому, а так, да, она должна, вопрос за вопрос, куда вы ходите, почему вы мне не отвечаете, да, это уже начинается, да, такая жесткая журналистика, да, но все началось с министра. Ну, это только в этом конкретном министре проблема, или у нас вообще, ну, мы, в частности, да, не будем скрывать, что мы многих зовем, и к нам просто не идут, сказываясь на занятости и прочие какие-то обдовольки. Причем с частным сектором, если мы говорим о СМИ, она отличается, да, мы видим определенных политиков и министров часто несколько раз в году на общественном телевидении, на общественном радио, мы также звоним им, пишем письма, чаще, чем хотелось бы, но они не приходят. Да, я думаю, что это личное, потому что есть министры, например, насчет Бордонса, это ему надо подумать, как он себя ведет, как он разговаривает с журналистами, он должен как-то их поюбить, потому что, да, мы тоже власть, мы власть, он должен с этим почитать, есть очень, например, мне кажется, он очень открытый, да, и есть, и там вот это индивидуально, но там нету. насчет министров, я помню, как он, у меня, например, есть еще другая передача, называется «Прямая речь», которая выходит по средам, и у нас дискуссии, это уже подразумевает то, что будет какие-то вопросы, то, то, какой-то, да, там, битвы, да, чуть-чуть. Есть министр, который приходит только утром, например, на утреннюю передачу, где им задают вопросы, где они, ну, релакс может разговаривать, ну, что я там делаю, что я там делаю, а на прямую речь не приходит. У меня такой, например, министр иностранных дел никогда не видел себя в студии, да, потому что, да, может ему приятно отвечать на такие вопросы, но когда ему надо с кем-то конфликтировать, может он не хочет, может он просто не любит меня, иногда так бывает, да, мне не нравится тот журналист, я к нему не прихожу. Я помню, с Ушаком тоже было то же самое, что он приходит утром, да, и он говорит, да, у меня это, 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 когда прямая речь, с кем-то там надо, вот какие-то оппозиции в прямом эфире, нет, спасибо, у меня нет на это времени. Так что разные, я бы всем все же советовал уважать журналистов и помнить о том, что это тоже личное получается, если я знаю, что этот министр не приходит, и он не уважает меня уже в который раз, у меня тоже меняется уважение к нему, да, я уже, да, это журналист вроде, ну, всегда должен быть объективным, но и когда я знаю, что он меня не уважает, который час, в который раз уже, например, и вообще не уважает журналистов, это тоже меняется, отношения журналистов, да, и они, ну, и мы, может, чуть-чуть по-другому оцениваем, что они делают, как они делают. Мы вот упомянули ситуацию в Кабинете министров, и вчера как раз-таки правительство одобрило поправки к правилам для аккредитации журналистов в Кабинет министров, целый свод правил, в общем-то, которые, с одной стороны, кажется, что, да, они полностью соответствуют там журналистской этике, но при этом такие очень субъективные моменты, ну, каждый может истолковать по-разному, что, значит, поведение подобающее, вот. Я не знаю про это ничего. А, да, мы тогда сейчас, вы не знаете про поведение? Не, про поведение знаю, не знаю про этих проектах. Мы тогда вам сейчас, да, сообщим. Правительство... Не, ну, может, это в шортах не идти в Кабинет министров? Звучит так. Не будут допущены в зданиях Кабинета министров нелояльные журналисты, которые были замечены там в пропаганде коммунизма, в разжигании национальной розни, да, ну, и будут несены поправки к законопроекту об аккредитации журналистов и их могут не пускать. Журналист может, конечно, судиться потом, ну, впоследствии, но, в принципе, может быть отказан в аккредитации. Эти правила разрабатывала, в том числе, ассоциация журналистов. Вместе с ними государственная канцелярия разрабатывала эти правила. Ну, то есть, как бы, мне кажется, тоже, с одной стороны, так прикрыли, что это все вроде как с журналистами разрабатывалось. Должны ли быть такие правила, как вы считаете, вообще? Или вообще сегментирование журналистов про пропуск в определенное здание, если мы говорим о правительстве? Вроде нет. Вроде, ну, я не знаю, я поэтому и говорил, что не читал, не сидел за этим. Ну, всегда какая-то сегментация происходит, если, не знаю, там насчет всегда, а что такое вообще, кто такой журналист, да, иногда вопрос, если, как это определяется, да, если есть какая-то аккредитация, он должен, может, это мера предосторожности, чтобы вообще там иногда есть бои, ситуации, когда журналистам проходят какие-то террористы, я не знаю, я не в курсе, да, потому что, если так, у меня, ну, ну, что у меня, как у журналиста есть, да, у меня есть эта корочка журналиста, но это мне выдало латвийское телевидение, да, кто-то может сказать, да, считается, что я журналист, а кто-то не, ну, нам не хватает, если ты не журналист, не СНН, тогда ты не журналист, так что, ну, нет такое, если есть, ну, приз-карта, ну, трудно судить. Вот у меня по поводу, в связи с этим, по поводу вашего участия, начали мы смотреть, кто там в ассоциации, в союзе журналистов, в профсоюзе, и вас не нашли, вы по каким-то там своим причинам, личным не состоите, никому? Именно по этим причинам, о которых я уже рассказывал, я не такой, который там очень тусует, я иногда, когда на ТВ-день какой-то бал, тоже не очень там участвую, да, я могу там что-то получить, если дают, но так я вот выпью стакан вина и ухожу. Но это, ну, да, это, наверное, такой, но коллеги вас звали? Приглашали коллеги вас, допустим, вступить либо в ассоциацию, либо в профсоюз? Я же знаю, там не надо даже приглашать, я же знаю, что есть такая организация, у меня коллеги за столом сидят, которые иногда руководят этой организацией, потому что там меняются все. Я знаю, что они делают, но не всегда. Были, мне кажется, ситуация, когда одна передача, мне кажется, тоже журналистическая ассоциация, когда кто-то там пожаловался, что она такая, не такая, там было дело, которое рассматривалось, а, да, насчет врачей, да, было, что мы там не объективные, да, рассматривалось, как какой-то суд там был. Поэтому, да, но я говорю, что это, ну, не мое. Вот там. А у вас есть время смотреть или слушать передачу ваших коллег? И если да, то какие передачи, или может быть вообще, какие вы оцениваете передачу высоко? на латвийские передачи не очень, я смотрю на другие. Мне очень понравилась одна передача, но это была, русская, мне кажется, такой российский журналист, по имени не знаю, но была, он, была такая серия передач про Японию, и, типа, правда, наизнанку, и как это, и он рассказывал, он жил где-то 3 месяца в Японии, он рассказывал про эту страну, но не как всегда, что там едят, как вот и выглядит японец, но он, вот именно наизнанку, он, у него, ну, ну, скажем так, цель такая, что он хочет показать, вот, внутрь страны, да, как, например, как, почему японцы настолько, вентуи, ну, одиноки, да, как вот страна, как люди становятся, все один, вот такие, например, там уже есть такие услуги, как ты можешь снять на аренду собаку, да, потому что собаку может так очень, ты не хочешь, да, но иногда хочешь собаку, да, там можешь взять на аренду жену с ребенком, да, ну, как меняется общество, да, и он все это рассказывает, он, как жена, говорит с японцем, у него вот этот переводчик, но он все хочет знать, да, и он не боится, иногда вот эти все, про путешествия, там есть какие-то журналисты, которые, которые боятся разговаривать с местным народом, да, и они не умеют, потому что это другой язык, они не хотят, потому что, а что они там скажут, да, и, но он, он как журналист, вот, вот все где-то, и он даже, мне кажется, на фукушин попал, да, ну, как там внутрь, как сейчас там все выглядит, он, и он, по моим меркам, очень хороший журналист, потому что он очень хотел, хотел все показать, он был приличный, потому что он такой, ну, с уважением, с уважением, такой радостный, но он, ну, проникает везде, да, и он даже там японская мафия, он хотел там, а, хочу встретить босса мафии Японии, да, и он встретил его, да. Это украинский проект на канале 1 плюс 1, мир наизнанку. Да. По поводу, ну, в общем-то, вот такие проекты, и по поводу рекламы, и жизни журналистики, выживаемости, и на сегодняшний день, все говорят, что меняется рынок, поменялся он уже давно, сейчас к нему пытаются как-то адаптироваться, живет журналистика рекламы, или это гранты проекта, как вы видите, вот будущее развитие. Ну, тем более, уход общественного телевидения с рынка рекламы. Да, это, во-первых, и сейчас, ну, за последние там месяцы, да, ЛНТ перешло в ТВ-3, перетекло, часть, часть людей потеряли работу, ну, то есть, как бы, очевидно, что что-то меняется, и не хватает ресурсов. Да, я, ну, когда спрашивают про будущее журналистики, я довольно скептичен, потому что ситуация именно в Латвии не очень хорошая, потому насчет газет я не понимаю, как они все еще, кто-то там выходит, да, или что-то. Вы же тоже были редактором газеты. Ну да, но я же в то, это было 10, ну, 7 лет назад, я тогда видел цифры, как это все меняется, как это все происходит, я видел вот эти все минусы, да, и мы была крупная, самая крупная газета, ну, в Латвии, да, и я, ну, я не понял, как там, да, там можно как-то сделать так, чтобы по нуям что-то вышло, но там не остается журналистики, там остается новостное агентство, да, то-то было так-так, никакое время на там расследование вообще нет, да, комментарии и новости, и все. Так что насчет газеты, я уже не понимаю, что там какой-то бизнес получается. Насчет радио понимаю, потому что, да, люди там утром слушают, в машине слушают, ну так, но в фоне идет, ну и слушают, да. Теевидение уже тоже, это, ну да, у нас есть там вариант, пришел домой, и посмотрел передачи, которые там были вчера, это, ну да, это что-то там, но рынок очень, насчет рекламы, маленький, конечно, все сейчас пользуются социальными сетями, там, фейсбук, т.д. Там вот эта реклама, тоже рекомендатель, ему, он не социальный партнер медиа, да, он тоже смотрит, где там живут народ, где, что они смотрят. Так что, не знаю, я думаю, что в Латвии тоже, это вопрос одного, может, русскоязычного, ну, такого масштабного, медиа, и может, один-два, на латышком. Ну, это общественный, телевидение, да, это ТВ-3 в данный момент, я думаю, что это такой уже живучий вариант, да, а если там много вот этих каналов, ну, не видать нам разнообразия. 672-12-939, 672-13-939, звоните нам, Гунт из Бойерс, у нас сегодня в гостях, главный редактор новостной службы Латвийского телевидения. Наденьте, пожалуйста, наушники ближайшие к вам. Да, доброе утро, как вас зовут? Доброе утро, меня зовут Юрий, с удовольствием, большое всегда слушаю, когда вы к себе приглашаете экспертов, причем такого большого ранга. на самом деле я, скажем так, просто хотел бы пожелать, в принципе, журналистики исключительной эволюции, и вам вопрос хочу задать. Скажите, пожалуйста, а вы считаете, что журналистика, ну, как некое явление культуры, вообще, часть человеческого развития, она тоже подвержена некой вот такой спираловидной или синусоидной, как бы, синусоидному некому развитию? То есть, да, мы сейчас видим спад, как вы правильно сказали, что вообще сейчас вы не понимаете, как выживают печатные СМИ и так далее, но, может быть, вот сейчас как раз есть некая вот эта вот низкая фаза, после которой уже пойдет снова вверх некое развитие, но уже в другой форме. И вот скажите, пожалуйста, как вы смотрите на такую идею, я совершенно недавно вычитал на одном западном портале, что, возможно, через 10-15 лет журналист как таковой уже видоизменится в некую форму такого информационного проводника. То есть, будет человек, который, образно говоря, будет записывать видео и будет предоставлять некое событие и уже давать его анализ. Ну, то есть, такая вот форма. Спасибо большое, хорошего дня. Про развитие журналистики, да, ну, в принципе, она всегда менялась, журналистика, как и раньше, как журналисты, чем занимаются. Новости, новости, новости. В большинстве случаев. Потом началось вот это разведывание, ну, не мы начали, там, мир начал. Но это, как я уже говорил, наша журналистика, ну, именно моя, боится ее устременно. Это уже какая-то, ну, другая журналистика. Как мы думаем? Не только, чтобы освещать события, но и что-то поменять, да, это уже меняется. Насчет развития журналистики и насчет ресурсов, я бы сказал, я понимаю, и в чем проблема Влада, журналистика, чтобы журналист так честно и мог освещать, ну, такие современные события Латвии уже не хватает тут. Ну, уровень Латвии не хватает, потому что у нас очень много вопросов решаются в Евросоюзе, в Бресии, у нас есть соседи шведы, как меняется Польша. И чтобы журналист мог оценить, что происходит в Латвии, да, насчет вопроса среды. Да, например, вот можно мне спросить вопрос, а как Рига, вот как вы оцениваете действия Рига насчет среды? А я не знаю, мне надо посмотреть, как это происходит в Копенгагене, как в Стокгольме, и тогда я бы смог оценить, насколько хорошо все делает и делает Рига. Вот взгляд должен быть уже выше, и насчет ресурсов, чтобы это все увидеть, нужно ресурсов, нужно съездить в Стокгольм, нужно туда, нужно туда, и нужно может быть в Австралии. Так работает, например, шведский журналист, и так работает много BBC, поэтому они такие ценные у нас. Мы хотим тоже, если у тебя есть одна камера на один день, я не знаю, на одну новость, ты не можешь все. Я бы сказал, что журналистика должна развиваться вот в том, чтобы она была более такая, вот это взгляд, из высока. Собъемлющий, да, а мы варимся в собственном котле. Да, потому что мы не можем сравнить, вот как работает мир Риги, не знаю, я не знаю, мне есть, ну, трудно оценить, потому что оценка всегда идет в сравнении. А чем сравнить? С предыдущими мэрами, ну, допустим, это тоже оценка? Ну, да, можем сравнить, но это такое маленькое сравнение. Местичковое тоже получается. Да, ну, такая провинциальная, ну, как ты, так как я, да, ну, я бы сказал, что надо было смотреть выше, но вот никогда не надо потерять вот этот микроуровень, да, для кого мы работаем, для журналистов, для людей. Ну, вы упомянули соцсети, и что и работодатели видят, что там все-таки люди, люди находятся, и там эта аудитория, и мы знаем, наверное, с Трампа такой повальный, повальный пошел на это тренд, что, в общем-то, зачем журналисты, Трамп сам все рассказывает людям в своем твиттере, и мы, например, узнавая уже, там, не, 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 отсылаемся на его слова, там, не знаю, про Иран или еще какие-то моменты, уже исходя из его твиттера, да, что вот это Трамп, президент, Это пиар получается, это не журналистика, это пиар у нас. Ну, в общем, сами новостные поводы, многие сами же дают их в соцсетях. Зачем журналисту политику давать интервью, если он все расскажет о своей странице на Фейсбуке? Мы даже к одному из эфиров готовились, мы просматривали депутатов Сейма и конкретно просматривали их активность в твиттере или на Фейсбуке, что они сообщают о своих действиях. Очень мало оказалось тех, кто практически ничего не пишет, да, что-то, ну, конечно, это с точки зрения плюсов всегда, да, плохого о себе никто не напишет, но вот как вы относитесь к тому, что действительно может быть в политике сами себе журналисты? Я думаю, что, во-первых, журналистам надо доказать свою пользу обществу, да, потом, если люди будут знать, что от журналистов польза, ну, насчет вот этого, вот будки, буи нету, да, если что-то мы решим, тогда от нас, какая есть, от нас, какая есть польза, да, и если общество это заметит, если она поймет, тогда они не будут задавать такие вопросы, зачем нам журналисты, а затем, что они решают наши проблемы. Иногда есть проблема, что мне самому надо спрашивать, а какая польза от этой передачи, и какая польза обществу, да, потому что не надо журналистику делать ради журналистики, надо журналистикой быть ради общества, да, ну, и я бы сказал, о власти то же самое, иногда, ну, там у нас министры, потому что я министр, да, ну, да, но ты должен, ну, ты тоже ради общества, да. Про проект Диагноз Рак хотелось бы поговорить. Журналистик и ради общества, это как раз тот исследовательский проект. И масштабный такой проект. Почему вы, ну, наверное, уже, да, исходя из нашего разговора про полезность общества и прочее, наверное, вопрос, почему вы решили заняться именно этой темой? Отпадает. Это какая-то, может быть, личная история, или что у вас, почему именно рак, именно медицинная, именно это? Ну, тоже яичная, потому что, не, ну, там уже, ну, цифры такие, что там, мне кажется, почти у каждого что-то яичное там получается, потому что это, ну, там очень много людей заплевают раком, но это боязнь, от которой, да, умирает, умирает молодые люди, не только, это не, не, там можно сказать, что там боязнь старости, нет, не так, и, ну, и такое второе, потому что это тоже называют боязнь будущего, потому что больше, больше, вот эти цифры, которые прогнозируются для Латвии, тоже они растут. Ну, история тоже самая, мы слышим, мы нам писали, что такая проблема, такая, 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 и, да, мы сделали такой проект, чтобы что-то хотя бы немного поменять, и после проекта, ну, что, вот это, это тоже поменялась журналистика, мы никогда не писали никакие письма, ну, например, после этого проекта, мы, ну, в данный момент, мне кажется, эти были 10 пунктов, да, мы написали, что, ну, что надо поменять, да, и мы отослали вот это письмо депутатам, министрам, ну, тогда, журналисты тогда так никогда не делают, потому что, вы первые в Латвии, кто действительно собрал. не уверен, может, кто-то еще был, но я не помню, да, такой ситуации, что вот какие, вот писай, как уже. Вот такие, такие, такие проблемы, у вас обратите, пожалуйста, внимание, дорогая подвесная. Не обратите, а решайте вот эти проблемы, и мы вот в марте пойдем проверим, что вы дожидали пошаговую инструкцию, да, с чего можно начать, что менять. Да, такое, но мы, ну как, мы разузнаем, вот есть такая проблема, такая, такая, например, одна из проблем, то, что у нас вроде есть зеленый коридор, если вот есть подозрение, что может быть рак, тогда ему такой скоростной, да, если, например, был рак, и подозрение, что может опять сейчас, тогда зеленый коридор не полагается, потому что это не первый случай, да, и тогда ему, вроде, может даже есть рак, но он должен все усидеть, а почему, а какая разница, первый, ну, раз рак, и второй раз, да, что-то меняется, ничего не меняется, мы вот этот один из пунктов, если повторно, тогда тоже, давайте зеленый коридор, и, ну, конечно, это, есть там вопросы денежные, да, которые требуют больше денег, но есть там вопросы неденежные, да, например, там, чтобы в больнице сидеть за тем, как врачи и как медперсонал относятся к пациентам, да, как они себя чувствуют в больнице, да, ну, а сейчас мы как-то привыкли по-советски, да, врач там самый главный, медперсонал самый главный, потому что они бедные у нас всегда, а пациент где-то, где-то там, это потом, да, и пациент, как, ну, приходит в больницу, как уже какой-то, ну, виноватый, что он тут пришел, да, что я тут, простите, что заболел, нет, так не делается, тоже, это, а если частная клиника, тогда пациент у нас коровит, да, но как-то надо, я бы сказал, вот, поменять тоже отношения, иногда это тоже, это не денежный вопрос, это вопрос, как мы, вот вопрос, как Бордонс относится к журналистам, так и как мы, ну, разные вопросы, и там, чтобы, вот, один из пунктов, как, например, больница сидит, чтобы пациент хорошо себя чувствовал, находясь тут. Ну, госпожа Винкова уже дала слово, пообещала, да, что займешь писем списком, уже сварка. Но там обещанием не обойдешь, и там надо что-то решать, да, и мы будем, я, и это уже тоже какой-то, ну, ну, такой, наша журналистика, да, целеустременная, что-то мы хотим. Вам, вы сказали, упомянули, что вам много пишут, сообщают о каких-то проблемах, мы тоже с этим иногда сталкиваемся, обижаются ли люди, когда вы понимаете, что, ну, здесь вы не можете ли решить, и у вас там не хватает ресурсов, или там, может быть, это в масштабах страны не такая большая проблема, обижаются на вас, потом вам говорят, что как же вы, мы на вас надеялись, а вы тут про нашу протекающую крышу не писали. Наверное, я же не знаю, что они думают потом, когда они матропку кладут, что они потом думают обо мне, что я не смогу. Ну, да, но есть вопрос, который, ну, во-первых, чтобы у нас, я бы сказал, что у нас планировка очень хорошая, мы там планируем, что у нас будет весной, что у нас будет осенью, и там, ну, да, иногда вот, ну, четыре человека, да, но мы не можем помочь решить все проблемы. В Латвии есть много проблем, где мы не нужны. Мы не раз задавались вопросом по поводу ответственности политиков, какую ответственность они могут нести, если мы говорим о, допустим, частном бизнесе, то любой предприниматель чувствует свою ответственность за дело, он может обанкротиться, не знаю, нести убытки. Что касается ответственности политиков, у вас даже была такая операция в запрещенном приеме ответственность слуг народа, и там были приведены доводы многих политиков, в том числе депутатов Сейма и министров, как они прокомментировали, допустим, принятие бюджета в существующем виде, да, и невыполнение обещанных ранее медиков, увеличение, повышение зарплаты в этом году на 20% всем сотрудникам отрасли. Вас кто-нибудь из отвечающих убедил? В чем? Своими договорами. Потому что они приняли правильное решение. Да, почему они не могли, допустим, принять бюджет в надлежащем виде, что они были вынуждены, потому что нет средств? Не, ну, эта история про зарплату медиков, она вообще очень странная, я бы сказал. Не, ну, я, во-первых, у нас в Сатверсме есть пункт, который, например, есть там, что вопросы, ну, насчет налогов, насчет налогов нельзя быть, ну, проведенный референдум, потому что всегда народ будет требовать меньше налогов, да, и что, и вот этот пункт, что не надо народу спрашивать про деньги, да, когда я все это увидел, мне надо, мне тоже, может, не надо депутатам разрешить, принимать решение на счет денег, потому что это все было так тупо, ну, с их стороны, да, мы потом удивились, как, вот все, как ты там голосовал, но проблема это была в конце 19-го года, да, что, нет, 18-го года, извиняюсь, это было, принято, да, в конце 18-го. Все голосовали, никто не знал, по чему, о чем, что они делают вообще, как, не знаю, но, но насчет ответственности, но то, что мы сейчас можем, конечно, делать, указывать, вот, какие депутаты у нас есть, да, чем они думают, да, как они вообще думают, и тогда, ну, когда будут следующие выборы, тогда всех, поимен, какие у нас. У нас время уже совсем мало, поэтому, наверное, последний вопрос, как раз таки по поводу следующих выборов, сейчас собираются подписи за распуск Сейма, вы за что, за то, чтобы вот они остались и до конца решили те проблемы, которые сейчас существуют, и в которых часть ответственности лежит на них, или за то, чтобы вот всех распустить, уволить и собрать новых, но не факт, что новых. Да, именно, и я, когда-то я тоже был таким реводиационером, что я думал, что все меняется за один вечер. Ничего не меняется за один вечер, потому что, поэтому я больше за эволюцию, что мы, как, ну, нет у нас таких вот плохие депутаты, хороший народ, у нас что-то, вот они, они тоже народ, да, они тоже ошибаются, тоже мы, мы же показываем, что мы же, как, ну да, не все мы, как народ, все правила, ну, нарушаем, 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 да, так что, я за эволюцией, я, чтобы люди, общество менялось к лучшему, да, чтобы депутаты менялись, чтобы начали думать, это не только думать, не только к депутатам относится, это и к народу относится, надо думать, да, так что, я, Роспус Сайм, это революция, нет, я, я, я не сторонник революции. Пора заканчивать, нам главный редактор новостной службы Латвийского телевидения, автор проекта Диагноз Рак, ведущий при даче запрещенный прием и прочее, прочее, и прочее. Кунтас Буэрс был на студии, спасибо, удачи вам. Все хорошо.